Здравствуйте, дорогие виситы! Добрый вечер! Я хочу начать нашу сегодняшнюю передачу с цитаты «Увы, читатель благородный, здорова ли ваша вся родня» Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Онегин У нас действительно речь, когда о здоровье заходит Это обычно такой разговор уже постфактум Человек болен, он обращается к врачу Все-таки должна быть основная часть нашей медицины Я думаю, должна быть профилактической То есть речь идет о здоровом питании Речь идет о здоровом образе жизни Речь идет о том, что мы все живем с вами во времена Очень суровых и жестоких перемен В ходе которых страшнейшей нагрузке подвергается здоровье И маленьких, и больших, и зрелых людей Огромное количество людей, которые испытывают сложности с трудоустройством Огромное количество людей, которые трудоспособны, но нетрудоустроены Есть проблемы с образованием, с ходовыми и неходовыми профессиями Все эти истины, все эти вещи, они стали сейчас подвергаться бурному быстрому пересмотру Человек не всегда успевает к этому приспособиться И у него в результате вот этой неадекватности, неприспособления к изменяющимся условиям среды Начинают, возникают или продолжаются, или развиваются серьезные расстройства В том числе и на нервной почве, и желудочно-кишечной, и так далее Именно поэтому мне сегодня очень приятно, что у нас в студии оказался человек Который значительную часть своей жизни посвятил сохранению здоровья человека Причем профилактическими мерами, естественными какими-то вещами С помощью которых можно избегать болезней, или предотвращать их Или заниматься профилактикой серьезных расстройств Это заслуженный деятель науки и техники Украины Доктор биологический внук, профессор Председатель совета объединения биотехнологии Анатолий Павлович Левицкий, извините, пожалуйста Левицкий Анатолий Павлович Здравствуйте, Анатолий Павлович, очень приятно вас здесь видеть Хотелось бы узнать, у нас сегодня тематика Это излечение вообще, или все-таки в основном мы будем говорить о конкретных веществах О конкретных снадобьях, которые изготавливает ваше объединение здесь, в Одессе Наша организация, Нарушно-производственная ассоциация Одесская биотехнология Она занимается проблемой профилактики заболеваний Используя, как-то и положив в основу своей работы Создание средств для стимуляции собственных защитных систем организма Это как раз тот подход, который, в общем, как-то иногда в медицине нашей не всегда используют Забывая о том, что природа наградила человека огромным количеством различных защитных систем Которые обеспечивают его выживаемость в этих трудных условиях, о которых вы уже сегодня сказали Вот для нас, для Украины, это необычайно актуальная проблема Потому что Украина занимает одно из первых мест по заболеваемости в Европе И смертность самая низкая в Европе, в Украине Знаете, катастрофа, у нас ситуация необычайно сложная Смертность самая высокая, вы хотели сказать? Смертность, я продолжительная жизнь, а заболеваю самая высокая И смертность у нас продолжительная жизнь самая короткая в Европе Меньше 60 лет. И вот знаете, много есть факторов. И факторы социальные, и факторы экономические. Но один из важнейших факторов, вы правильно сказали, это питание. Дело в том, что питание определяет в значительной степени устойчивость человека к тем или иным факторам. Это обеспечивает, показывает, дает нам возможность правильно развивать те иные системы или органы. Давайте сразу покажем телезрителям то лекарство, с помощью которого можно излечить все, что угодно. Так вот, сегодня, знаете, я как раз хотел вынести к тому, что важнейшую роль в развитии самых массовых заболеваний, какими являются сердечно-сосудистые, играет жировой обмен, питание жирами. У нас, к сожалению, до сих пор в этой области очень много, так сказать, неясностей, неточностей. И вот только в последние годы стало проясняться, что фактически состояние здоровья человека в длительной степени зависит от качества жиров, которые он употребляет. И вот есть такой, так называемый, средиземноморский феномен. Количество инфарктов или смертельных случаев от инфарктов у миокарда у жителей Средиземноморья в три раза ниже, чем у жителей других стран. Потому что они едят оливковое масло. Совершенно верно. Знаете, французы пытались это объяснить, что пьют вино, красное вино, поэтому, так сказать, у них меньше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но дело не в этом. Дело в том, что дело не в вине. Потому что Алжир и Египет, где вино не пьют, но у них тоже ниже инфарктов в три раза. Но зато все жители Средиземногоорья употребляют оливковое масло как основу. В чем же отличается оливковое масло от тех жиров и от того масла, которое употребляем мы в Украине? В Украине главным маслом является подсолнечное. Подсолнечное масло принципиально отличается от оливков тем, что оно содержит большое количество, почти 60% так называемой линолевой кислоты, которая имеет две двойных связи. Этой кислоты нужно человеку в сутки 5-6 грамм, не больше. Если человек употребляет 50 грамм масла в сутки, различные продукты, не только в салонном виде, но и в выпечке и так далее, он получает почти в 6 раз больше этой линолевой кислоты, чем ему нужно по потребностям. А избыток этой линолевой кислоты, если он не используется организмом, он подвергается перекисному окислению, из него образуются продукты пероксидации, которые оказывают токсическое действие на организм. Я, Анатолий Павлович, боюсь, что нашим зрителям не все ваши термины понятны. Давайте к продуктам переходим. Я просто хочу сказать, что вот эта кислота линоли, которая есть в составе подсолнечного масла, в большом количестве она вредна для организма, хотя в малых она необходима. Но оливковое масло гораздо дороже. А в оливковом масле алиновая кислота, она не подвергается такому перекисному окислению, как подвергается алиновая кислота. Она очень легко окисляется в организме до углекислого газа воды, давая энергию в виде молекул АТФ, биологическую энергию. Смотрите, потребитель знает, что оливковое масло лучше, чем подсолнечное, но оно дороже значительно. Оно значительно в 3,5 раза дороже. И оно тоже не всегда чистое. И вот наши украинские селекционеры из нашего селекционно-генетического института, и затем из института Харьковского, института растеневодства Мни Юрьева, создали такие гибриды, особые сорта подсолнечников, которые накапливают в составе своего жира, масла, накапливают большое количество алииновой кислоты. До 70, даже есть уже образцы, до 80% алииновой кислоты. То есть как в оливковом масле. Только это аналог оливкового масла, только получаемый из подсолнечника. И производят этот аналог в Одессе. Совершенно верно. И вот мы фактически впервые в Украине организовали промышленное производство этого масла, подсолнечного масла с высоким содержанием алииновой кислоты, с таким содержанием, как в оливковом масле. И это позволило нам фактически на рынке заменить дорогостоящие оливковое масло, чтобы для наших граждан, для жителей Украины, мы могли обеспечить им нормальное питание, жировое питание. Анатолий Павлович, скажите, какое количественное измерение? Вот сколько людей у нас в Одессе, скажем, в миллионном городе, остро нуждаются в такого рода замене, в переходе на это масло? Значит, если учесть, что... Значит, учитывая, что алииновая кислота, которая входит в состав оливкового масла, и для этого подсолнечного масла оливка, который мы разработали и получили разрешение уже бездравно на его применение, значит, эта алииновая кислота необходима для всех людей, у которых страдает печень. Потому что если мало алииновой кислоты в жирах пищевых, там, ну, там, пальмитиновой или линолевой кислоты, то в печени откладывается жир. Такая численность людей, которые страдают ожирением печени, или страдают тост печени, почти 10% от населения Украины. Это, считайте, около 4-5 миллионов. А вот огромное количество мужчин, которые злоупотребляют алкоголем, это ведь тоже сказывается на печени, и у вас тоже своя ревопрофилактика. Я, так сказать, это я говорю только с той отозой печени, а ведь после хронического применения алкоголем развивается не только ожирение, а и возникает цирроз печени. Я правильно понимаю, что у вас аудитория, вот сейчас наши слушатели, наши телезрители, аудитория, которая может быть вашими, как бы, клиентами или пациентами, это сотни тысяч людей только в одной Одессе? Одессе учесть, что кроме заболевания печени, мы с помощью этого препарата, потому что это продукт, даже не препарат, это продукт. Это продукт, это новый вид подсолнечного масла, которое является аналогом оливкового масла. Но в магазине-то его нету. У вас промышленной продажи пока нету. Мы только начали его производить. Хорошо, наш телезритель посмотрел. Он страдает желудочно-кишечными расстройствами. Он хочет приобрести. Вы его сагитировали. Что ему делать? Звоните сюда? Пожалуйста. 737-73-10. Если хотите приобрести, звоните прямо сейчас. Но я думаю, что этим дело не исчерпывается. Мы сейчас занимаемся организацией его не только производства. Кстати, для производства мы избрали завод косточковых масел в Одессе. Это уникальное предприятие. На Пересыпе находится. На Пересыпе находится. Уникальное предприятие. Чем оно удобно для нас? Оно может перерабатывать малотоннажное количество продукта. Я, насколько понимаю, у вас там производится на этом заводе десятки разных масел, не только это. Мы, в принципе, там производили и соевое масло производили, мы там производили и горчичное масло. Завод уже рассчитан на переработку малых партий. Но это холодного отжима, это высокотехнологичное предприятие. Правда, оборудование там достаточно старое, и это хорошо. Но у них там пресс-экструдер немецкий, хороший, добротный, они как раз производят. А магазин фирменный у них есть? Вот магазина у них нет фирменного. Ну так вот, уважаемый профессор, я понимаю, что вы разрабатываете уникальные вещи, но надо сделать еще и так, чтобы они доходили до потребителя. Магазина нету, рекламы нету. А у вас десятки вещей, которые остро нужны нашим людям. Ну вот мы сейчас, фактически, должны сначала начинать с того, чтобы проинформировать людей. Многие люди даже не знают о том, что есть такая возможность получать как бы оливковое масло, которое в три с половиной раза дешевле, чем оливковое масло, получаемое на берегах Средиземного моря. И в то же время использовать его преимущества, которые обеспечивают ему сохранность не только печени, но и сердечно-сосудистых, так сказать, системы всей. У нас телезритель звонит в студию. Слушаем вас внимательно. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к специалисту, приглашенному в студию, такой вопрос. Первое, вот нерафинированное и рафинированное, что полезнее? Значит, полезнее, конечно, нерафинированное, потому что оно содержит фосфолипиды, содержит витамины Е. Вот скажем, нерафинированное кукурузное масло, оно полезно? Значит, полезно. Единственный недостаток нерафинированных масел, они не стойки к хранению. Они не могут долго храниться, потому что там происходят процессы гидролиза, пероксидации. Они не стойкие, но они богатые по содержанию биологических активных веществ. Там больше лецитина и больше витамина Е. А ваша оливка, она устойчиво к хранению? Да, она, так сказать... Оливка — это название вашего масла, да? Это название нашего высокоолеиного подсолнечного масла. Это такое фирменное название, которое утверждено, так сказать, официально. То есть это бренд? Да, это утверждено официально, так он зарегистрирован, запатентован и разрешен Минздравом для выпуска качества пищевого масла. То есть мы говорим, что даже то масло, которое покупается в магазинах и которое есть, у вас нет промышленного объема до сих пор, да? Вы не можете выдать... Сейчас только начинаем эту работу. Хорошо. Когда? Сколько вам нужно времени? Вам же нужны какие-то вложения, я так понимаю. Вам нужен промышленный объем изготовить и распространить в гастрономах? Вы правильно задаете нам вопрос. Я уже делал несколько попыток, но я обращался и в Министерство здравоохранения, обращался и в Министерство сельского хозяйства, и в Академию Одну, и в нашу Аградную Академию, в Академию Медицинских Наук. То есть, у них не говорят, занимайтесь этим сами, у них нет средств, нет возможности этим заняться. Я вам скажу, по-видимому, они в чем-то даже правы. Почему? Потому что вы разработчик, вы ученый. Заняться организацией продаж, это совсем другая профессия. Этим должны заниматься другие люди. Они у вас есть? У вас есть отдел маркетинга? У вас есть продавцы, лотки, связь с гастрономами? У нас своих лотков нет, мы реализуем, мы сдаем, так сказать, или в магазины, или в аптеки, даем им для реализации. Но в каких аптеках вы есть? Вот, допустим, наш телезритель заинтересовался, уже звонил сюда. В аптеках? Какую аптеку ему прийти? В институте стоматологии, затем в 17-й. На Решильевской, да? На Решильевской. 17-й аптеку Решильевской, у Голбунина. Вот, мой отдел маркетинга, они лучше знают, потому что у них есть, так сказать, точки по реализации не только в Одессе, есть и в Киеве, есть в Киеве. Ты так понимаешь, что продукт уникальный, но сам способ продаж достаточно архаичный, да? К сожалению, да. Знаете, я пытался выходить на руководителей, на владельцев наших маслоинсорбционных заводов, чтобы они включились в это дело. Но, знаете, я не получил от них поддержку. Они говорят, пока едят эту аллею, нашу соню, хай едят и дальше, понимаете? Не удалось. Так мрут же. Мрут же, не достигнув 60-летнего возраста. Понимаете, это должно волновать государство. Государство должно пойти нам навстречу. Мы же, так сказать... А государство у нас находится на грани выживаемости. Понимаете? И поэтому пока мы рассчитываем только на собственные силы и надеемся на то, что, может быть, за счет того, что мы, ну, выйдя просвещение, мы информируем народ о том, что действительно есть такая возможность получать дешевле, в три, в три стольные раза дешевле, чем... Абсолютно уникальный продукт еще и местного изготовления. Да, фактически мы выращиваем этот подсолнечник, договоримся с хозяйствами в Николаевской области выращиваем, а перерабатываем здесь у нас в Одессе перерабатываем. Ну, хорошо, тогда мы, пока мы не имеем права и возможности открыть такой же филиал у себя прямо на телестудии, да это и не наша функция. Но если кто-то заинтересовался, можно звонить 737-7310. Мы вас свяжем непосредственно с производителем. Я хотел еще сказать, что вообще проблема жирового питания сейчас в себе очень остро. И это связано не только с тем, что с детством связывает развитие атеросклероза. Атеросклероз — это сердечно-сосудистая вся патология, это инфаркты, это и всякие карбиопатии и так далее. В общем, это, во всяком случае, большая часть смертей — это от сердечно-сосудистой патологии. И то, что вы предлагаете, это не лекарство? Это пищевой продукт. Это мы как раз предлагаем. И он сертифицирован, у него есть все документы? Казахстан, Министерством здравоохранения, как пищевой продукт. На него есть генические заключения, все технические условия, все это. И главное, что технологии его, в принципе, его можно производить на любом заводе, только нужный объем. И там более сложная такая процедура выращивания. Для его выращивания его нужно выращивать на изолированных полях подальше от обычного подсолнечника, чтобы не было перекростного пиления. Потому что когда перекростное пиление, содержание олеиновой кислоты падает, а тут вся соль этого масла в большом содержании олеиновой кислоты, очень полезной для организма и безвредной практически. Практически безвредной. Она необходима и больным, у которых гепатиты, или, так сказать, назревает какие-то, так сказать, заболевания гепатабилиарной системы. Вообще вся система организма рано или поздно нуждается в этой поддержке. Поэтому, да, поэтому вот этот продукт, если мы на него перейдем, почему уже, кстати, на это высокоолиновое подсолнечное масло перешли, Франция перешла, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия. Потому что хотят жить. Совершенно верно. Они уже производят, у них две трети всего масла подсолнечного, это уже высокоолиновое масло. А наша страна, в общем-то, является, была одним из пионеров в создании высокоолинового подсолнечника, а в очистке мы не можем... Хорошо, мы попросим наших коллег по телестудии просто показать более крупным планом то, что вы сюда принесли, для того, чтобы показать свои продукты. Значит, из этих наших продуктов я хотел бы остановиться на препарате лецитин, это тоже получаемый из подсолнечника. У вас он сам по себе здесь есть или реклама бумажная? Нет, это вот сам по себе продукт лецитин. Лецитин, порошок, который получается из подсолнечного масла, обладает гепатопротекторным действием, то есть его используют при заболеваниях печени, для того, чтобы восстановить печеночную клетку, поскольку он входит в состав клеточных мембран, клеточные оболочки входят. Кроме того, он улучшает транспорт жиров и улучшает состояние сосудов. Он необходим для развития мозга. Кроме того, источник фосфора, он необходим и для формирования костей, для развития костной ткани. Кроме порошка мы впервые разработали лецитин-2. Это таблетированная форма в виде таблеток с добавлением... А вот интересно, гарниры всякие, я имею в виду капусту, я имею в виду картошечку, я имею в виду, скажем, яичницу, можно просто припорожить вот этим лецитином и так есть, да? Вы знаете, яйцо само содержит большое количество лецитина. У нас многие годы говорили, что лецитин, то есть яйцо нужно потреблять не больше одного в день, а то даже и реже, потому что там холестерин есть. Но холестериновая теория атеросклероза сейчас уже вот отошла в историю. Это не холестерин вызывает атеросклероз, как раз неправильное жировое питание. Избыточное количество другой жирной кислоты, пальмитиновой, которой много в пальмовом масле и в животных жирах, вот именно она вызывает развитие атеросклероза. А еще у вас что с собой? А вот еще у нас, кроме лецитиновых препаратов, у нас еще есть препарат жировой, называется катамаз. Это аналог облепихового масла. Он представляет, за основу здесь взято не масло облепихи, а соевое масло прессовое, в которое добавлено в нужных количествах бета-каротин, провитамина, и антиоксидант. И это продукт уже обезки? Это продукт, мы уже 25 лет им продукт. Это наш продукт, мы его выпускаем. И вот ваш покорный слуга уже 25 лет его ежедневно принимает столовую ложку, утром натощак, и слава богу, не жалуемся. Вот этот продукт, он, во-первых, дешевле облепихового масла. Но это понятно. И, во-вторых, он действительно обладает и гепатопротекторным действием, и противоязвенным действием при язве желудка. Дерматологи его использовали как место для заживления различных эрозий, язв и дерматитов. Ну вот еще есть у нас еще один препарат, очень интересный. Это препарат называется квертулин. Этот препарат содержит три действующих фактора здесь есть. Значит, здесь кверцетин, это биофлавоноид или витамин П, он же ангиопротектор. Вещество, которое содержится во многих растениях, кстати, его добывают, даже можно добывать, в основном добывают из сафоры, но можно из плодов сафоры, из цветков сафоры, но можно добывать его и из листьев. В листьях винограда очень много, содержится в большие количества. Вот мы сейчас отработали технологию получения кверцетина из листьев винограда. То есть комплекс этот. Второй компонент там инулин. Инулин — это пребиотик, это вещество, которое необходимо для стимуляции роста наших хороших пробиотических бактерий в каждом организме, в том числе и у здорового человека. Идет своего рода война, да? Нет, ну-ка. Между теми бактериями и не теми. Значит, каждый здоровый человек имеет около 2,5 килограммов микробов. И 90 с лишним процентов — это хорошие для жизни или пробиотические бактерии. Вот этот препарат, эта добавка поддерживает их, да? Для них, для их роста и развития этих микробов, хороших микробов, инулин стимулирует рост бифидонбактерий, лактобактерий, которые как раз оказывают защитное действие для человека. И они ему стимулируют иммунитет, и в то же время вырабатывают вещества, которые подавляют рост условно-патогенных и патогенных бактерий. И третий здесь — лимонокислый кальций. Самая легко усваиваемая форма кальция, которая необходима для развития костей, для различных фронтативных процессов. Вот этот препарат мы его испытали на разных моделях. И при заболеваниях печени, и при эстрелитальном атеросклерозе, и при дисбактериозе, при иммунодефицитах. Он оказался эффективным средством, которое влияет на состояние здоровья человека. — Анатолий Павлович, смотрите, вы рассказываете о продуктах, некоторым из которых по 25 лет они уже существуют в изготовлении. И за эти 25 лет вы не получили промышленного объема выпуска, вы не получили широкой рекламы, вы не получили широкой системы продаж. Это связано с чем? С внешней средой, с изменяющейся политической ситуацией? — Вы знаете, это просто связано и с распадом нашей экономики, потому что Катамас выпускался промышленным путем на нашем заводе биосимулятор. Там же был цех, фитоцех, которого сейчас уже нет. Все это рухнуло. Он объем производства сократил чуть ли не в 10 раз. И поэтому мы сейчас фактически остались в неудел, потому что у нас больше другой базы такой нет. — Но один небольшой ферменный магазин на миллионный город вы открыть не можете? — Ну, магазин нет, но Катамас у нас реализуется через аптечную сеть. Он в аптеках есть. В всяком случае, вот эти аптеки возле института стоматологии, 17 аптека, в Харькове идет реализация, в Киеве, в Днепропетровске. В некоторых городах идет реализация этих продуктов. Но объем, конечно, малый. Мы могли бы производить значительно больше. И продукт хорош, потому что... — Если была бы гарантия рынка, да? — Если была бы гарантия рынка, к сожалению. — Ну, хорошо. Еще про оливку. Вы, насколько я понимаю, еще какие-то рекламные материалы приняли? — Значит, в отношении оливки, конечно, я хотел... — Оливка — это у вас базовая, да? — Ну, как базовая. Это у нас... — Это название фирмы, в конечном счете. Нет, название фирмы. — Но я имею в название. Просто оливка — это продукт, который мы считаем в последние годы, хотя я занимаюсь этой проблемой производства оливки, уже почти 12 лет. Почти 12 лет занимаюсь. Сначала делали, выращивали, даже сами выращивали этот подсолнечник, семена исходные, гибридные, отцовские, материнскую линию. Занимали здесь, в Одессе. — Вы весь цикл перекрывали, да? — Да. Мы начинали... Мы брали от селестанеров исходные семена, отцовские и материнские линии. Вы их выращивали. Потом, так сказать, из них получали, после опыления получали уже товарные, семена получали исходные, потом получали товарную семечку. Мы этим вопросом давно уже занимаемся, потому что еще в 2002 году мы уже получили разрешение Минздрава на этот продукт. — Анатолий Павлович, я не понимаю, неужели за все эти годы к профессору, к академику Левицкому не пришел ни один предприниматель и не предложил ему вместе поработать, да? То есть вложить деньги и раскрутить продукт. — Вы знаете, я к ним ходил, но не хотят они, понимаете? Вот у них налажено там какое-то свое производство. — На звонок в студию. — Да, они отправляют, так сказать, семечку за границу, либо сейчас в последнее время уже перерабатывают масло, и про это масло. — Слушаем вас. Алло. — Алло? — Алло, слушаем вас. — Алло, я хочу с Анатолием Павловичем поговорить. — Да, пожалуйста, конечно. Говорите. — Алло, здравствуйте, Анатолий Павлович. — Здравствуйте, я слушаю. — Я работала с вами в биотехнологическом институте. Я хочу спросить, где можно купить эту продукцию, которую вы сейчас показываете? — Значит, можно купить в 17-й аптеке, это Решилевская, угол Бунина. Там есть, и есть аптека прямо в институте стоматологии, там меньше наценки, чем в этой аптеке. — На Решилевской? — На Решилевской, Решилевская, да. Решилевская, 11-й. Институт стоматологии, там прямо на первом этаже находится аптека, наша институтская, где нет таких наценок больших, как в аптеках. В аптеках там, к сожалению, наценки больше. — Есть еще вопросы? — Спасибо. — Продолжайте, пожалуйста. — Так вот, я хочу сказать, в отношении этого продукта, это наш последний продукт, я скажу вам откровенно, никто в Украине, кроме нас, серьезно этой проблемой не занимается. Даже более того, если раньше еще получали семена, и мы могли купить семена гибридов высокоолеиного подсолнечника, то в этом году они уже перестали даже это делать, потому что вот этот фукатский институт, они рухнули, так сказать, как-то, у них как-то уже нет интереса, нет спроса на них, никто не хочет заниматься этим делом, понимаете. Потому что для того, чтобы раскрутить, нужно начинать с малогабаритных производств. Наши все гигантские заводы по переработке подсолнечника, они рассчитаны на тысячи, даже десятки тысяч тонн подсолнечника. А вот здесь, в этом отношении нам повезло, что у нас в Одессе есть завод косточковых масел, который подосознан давно, ему, наверное, более 50 лет. И у него тоже не очень простая рыночная судьба. У него тяжелая судьба, он переходил из рук в руки, там сменились хозяева, сменились, но тем не менее, там есть оборудование, есть возможности для того, чтобы перерабатывать небольшие опытные партии семян, или там косточек, или семян подсолнечника, или мы там сою перерабатывали, там горчицу, для того, чтобы можно было как бы раскрутить продукт, то есть познакомить людей, люди должны привыкнуть, узнать, что действительно это хорошая вещь, это необходимо для их здоровья. Я думаю, что я дожил этого времени, когда в Украине будет в основном выпускаться высокоолеиновое подсолнечное масло, чтобы мы могли этим самим повлиять и на здоровье людей. Я считаю, что один из факторов, который приводит вот к такой высокой заболеваемости, такому росту за последние годы, в основные раза увеличилась сердечно-сосудистая заболеваемость, в три раза увеличилась гипертоническая болезнь, заболевание печки. Причем все эти болезни помолодели, насколько мне известно. Да, сейчас уже страдают молодые люди. И один из факторов, хотя вы правильно назвали, много из факторов социально-экономических и прочих, но один из факторов это питание. Избыточное потребление обычного подсолнечного масла вредно для здоровья. Вы понимаете? Это вредное здоровье. Поэтому нужно переходить на масло, которое оказывает положительное действие на состояние не только печени, но и всех систем организма. Вот в этом я вижу задачу нашу, прежде всего, в организации опытных партий и знакомство людей с этим продуктом. Второе – это информация. Информация. Нам нужно заниматься санк-просветом. Но, к сожалению, санк-просвет с окончанием советской власти тоже был уничтожен. Министерство здравоохранения же ликвидировало такой отдел, который раньше занимался санк-просветом, то есть просвещением своих граждан. И в результате мы спасаемся кто как может. Совершенно верно. Фактически нам иногда дают рекламу, недобросовестную рекламу, где рекламируются какие-то продукты, не всегда физиологически оправданные. Физиологически неоправданные. Физиологически неоправданные. Я хочу сказать, что наша разработка, знаете, у нас используется хорошее оборудование, у нас хорошие лаборатории. Мы имеем современные, у нас японские. Пока еще имеем оборудование, специалистов, сырье. Пока еще располагаем тем ресурсом, который может помогать населению. Знаете, несмотря ни на что, мы за счет того, что мы производим часть препаратов, мы можем хоть немножко зарабатывать денег. И мы за счет, мы ведь прибыль не тратим на покупку Ролл-Ройсов или на поездки на Канары. Мы фактически все, что получает, такая прибыль от реализации нашей продукции, мы пускаем на развитие науки. Вот мы их закупили, за последние годы купили два японских спектрофлотометра Шимазу, спектрофлориметра Шимазу, хроматно-массоспектрометра. Мы можем анализировать жирно-кислотный состав, можем принять содержание витамина. Мы можем очень многое делать на современном оборудовании. Поэтому, кроме того, у нас прекрасно в институте Виварий, где мы на животных можем проверять на моделях разных заболеваний, мы моделировать, там можем сахарный диабет первого типа, второго типа, атеросклероз, язвенную болезнь, гепатиты. Мы можем на моделях изучать действия тех или иных продуктов или различных добавок диетических. Поэтому то, что мы выпускаем, это то, что уже прошло не только, так сказать, экспериментальную проверку, так сказать, в пробирке, но и на животных. Я так понимаю, что на самом деле вас нужно серьезно раскручивать, говоря рекламным языком, сразу по многим средствам массовой информации, для того, чтобы у вас появился реальный рыночный выход такой. Уважаемые телезрители, Левицкий Анатолий Павлович, профессор, доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук. Много званий, много всякого рода титулов. Самое главное, он и его коллеги выпускают совершенно уникальный пищевой продукт у нас здесь, в Одессе. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Анатолий Павлович, спасибо, что вы были у нас. Успехов вам и удачи. Спасибо за предоставленную мне возможность. Не последний раз. Будем вас ждать здесь еще. Я рад всегда поделиться тем, что у нас есть, и что мы можем предложить людям. Всего доброго. Спасибо всем. Субтитры подогнал «Симон»!